Доброе утро дамы и господа! Сегодня я вам покажу один день из жизни южанина. Сейчас проснусь столько. Надо посмотреть время сначала. Время 10 часов. Отлично. Что делает южанин первым делом? Это встает и идет на балкон. Проверить погоду. О, погода сегодня хорошая. Смотрите. Сегодня солнечно. Значит, плавки уже ждут. Сначала нужно пойти почистить зубки. Что-то тяжкое с утра. Может, лечь дальше поспать? Да нет, надо идти уже. Отойти, почистить зубки и отправляться дальше. Еще покушать. Просто немного туплю. Не обращайте внимания с утра. С утра все тупят. Поэтому сейчас почищу зубы, умоюсь и все. Что? Уже вот тут белое немного. Нужно волосы подстричь, а то загар уложится уже неравномерно. Побородеть сейчас. Ничего страшного. Главное, хорошо чистить зубы. Чистите зубы всегда хорошо. Теперь, когда ты свежий, можно идти кушать. Идем искать, что покушать. На холодильнике, как обычно, мелочь, речки и прочие штуки. Даже масло на холодильнике стоит. Что у нас в холодильнике? Детская пюрешка, майонез. Ну, вафли. Я не знаю, есть сейчас такие в России или нет. Но очень вкусные. Мелко. Вафелини называется. А не попробовать. Очень вкусные с шоколадом. Вафелини рекомендую. Молоко пью. Кефир не люблю. Саматный кетчуп. Яички. А, перчики здесь. Ну, это, скорее всего, турецкие. Очень вкусные и острые тоже. Творог. Я его не ем. Вино. Ром. С утра не надо. Даже в Грузии. Лимонад. На Тахтаре. Виноградный. И все. Да, что-то ничего нету. Покушать у нас с утра. Так, ну что, значит, нужно отправляться в путь. Нужно надеть шорты. Готово. И найти майку. Оп. Все. Я готов идти к магазинам. После того, как вкусно объелся выпечки, я иду на балкон. Смотреть, сколько точно градусов. Вот, 30 градусов в тени. Нормально. И сажусь попивать лимонадик холодненький. Посмотреть новости. Какие? Какие сегодня новости? Что у нас там сегодня по новостям? Угу. 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 Звуковая ракета. Всегда про оружие, политика в основном. О, хоть одна нормальная новость. Российские волейболисты победили Канаду и вышли в полуфинал Олимпиады в Токио. Молодцы ребята вообще. Будут играть с Бразилией, как я понял. Хорошая новость. Одна из всех более-менее хороших новостей. От урагана пострадали. Ну, в общем, понятно. В общем, смотрю новости. После того, как посмотрел новости, конечно же, смотрю Binance тоже. Что у нас там сегодня? BNP упал. А, сегодня падение на рынке. В общем, занимаюсь тем, что смотрю рынок криптовалют. После того, как посмотрел рынок криптовалют, нужно посмотреть, нужно посмотреть рынок акций. А что у нас там сегодня? Севгод нефтекаспал чуть-чуть. Газпром растет. Что там с Верджином? Верджин пока. Что там? 0,20. Ну, хоть плюс уже хорошо. Ну, все, акции посмотрел, можно дальше идти заниматься своими делами. Нужно включить кондиционер. Кондиционер. Кондиционер я всегда ставлю на 17 градусов. Чтоб пришел и было всегда прохладно. На самом деле, без кондиционера очень, очень душно дома. Даже если открываешь балкон, это вообще никак тебе не помогает, потому что на улице 30 градусов в тени, а на солнце еще больше. То есть дома душно, спасают только кондиционер. Теперь идем берем плавки, полотенце, берем с собой. Пока я один, мне достаточно дома полотенце. Так бы два брала, если бы Лера была здесь. Лера пока в Сургуте. Вот. Переодеваем плавки. Вот что-то грязное, уже плавки надо постирать. Понятно, где лазил. Что это за пятна такие? Ну что, один раз искупаться еще можно. Плавки одел. Все готово. Маски тут постоянно просто. Во всех, во всех шортах, во всех плавках маски. Вообще везде теперь. Это походу год масок. Да уже второй год масок. Такой срач, я немножко дома навел, ну, потом уберусь. Я уже все-таки пока один. Ну все, в принципе, собрался. Главное ничего не забыть. Телефон, сумка. И можно отправляться. Очки не знаю, брать, не брать. Не, не буду брать. Так, не забыть ключи. Взять еще одни ключи. Все, можно выходить. Вот. Ну и сразу ждут меня. Тапочки. Видите, как быстро на юге можно обываться. Сейчас вызовем лифт и поедем. Не хочу пешочком идти. Лера обычно пешком ходит, я на лифте езжу. На лифте, на лифте, на лифту. У нас можно по-разному сказать. Вот. На первый. Так, оброс уже, надо барикмахер искать. Приехали уже. Все, выходим на улицу. Тут у нас, кстати, косметология сразу же в доме на первом этаже. Самокат стоит кому надо. А у меня сажусь на скут и еду. Я просто могу и пешком дойти до пляжа. Ну, пляж где-то в минутах пяти от дома находится. Если пройтись пешком, очень близко. Ну, я просто езжу дальше на пляж, который, где аэропорт находится. Я туда еду. И купаюсь там. Потому что там большие камни. Сейчас заведу. И поедем сейчас. Чуть не забыл. Перед каждой поездкой обязательно одевайте шлем. Я вам серьезно говорю. Лучше, лучше его одеть, чем остаться без головы. Поэтому сейчас я тоже одену шлем. И не буду никогда забывать его одевать. Потому что безопасность превыше всего на дороге. Ребята, вот вам мой совет. Теперь опять завожу и можно ехать. Поехали. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Вот приехали, это уже аэропорт И здесь вот, на таких больших камнях, вон там уже море пляж ДимаTorzok Вот видите, тут не так много людей, как на центральном пляже ДимаTorzok Сейчас еще минут пять посижу, отдохну, погреться немножко Хотя я не замерз, наоборот, жарко на улице и пойду купаться Посмотрим какое море сегодня Я, если честно, больше люблю гальчатый пляж, чем песочный, потому что потом у тебя не остается на ногах песка, ты домой не приносишь песок Так, единственное, что можешь перенести домой камни, но камни и быстро выкинуть, не надо полетосить ничего Там вон, кстати, строятся гостиницы также и жилые дома прямо напротив аэропорта Неплохие тут виды, если честно Вот, а тут взлетает и садят в самолет, все будет пролетать с ним Все, можно пойти искупнуться Быстрее такая вода Прикольно пару минут посидел И уже такой кайф О, вода сегодня тепленькая Вот и самолет летит Я вам говорил, они тут постоянно летом один за одним летают Вот, смотрите, идет на посадку Очередные туристы прилетают на море Сейчас посмотрим, откуда самолет летает Скайап аэрлайн Напишите, кто знает, откуда это Ой, вода вообще офигенная Просто, просто суперская Вот так вот продолжается день Ее с Жаниной Офигенно О, моя маска выпала У меня даже в плавках маска, ну, я не убираю их Я ее с плавок не достаю Просто я с ней же купаюсь Потом ее одеваю И она просто служит, так сказать, не средством защиты А просто для прохода в магазин Я просто взял, одел, зашел в магазин Магазин даже мокрый И снял потом Потому что я больше верю Не в коронавирусы Я больше верю В то, что должен быть хороший иммунитет И нужно просто пить витамины И болезни как были Так они и будут Будут потом новые болезни А просто нужно себя беречь И повышать свой иммунитет Также фрукты кушать Кушайте побольше фруктов Я не знаю, ни в чем себе не отказывайте Что просит организм, то и делать Поэтому многие, наверное, болеют То, что не пьют витамины И не едят фрукты Тем более на севере Только летом есть фрукты И нет солнца Солнце тоже всегда поможет Ну, не говоря уже О соленом море В котором тоже нужно Каждый день Желательно по два раза плавать Чтобы твои мышцы не деревенели Просто посмотрите на пловцов Какие они здоровые Какая у них спина Какие ноги Я не говорю себя насиловать Спортом просто Нужно Всего лишь пару в день Пару раз в день плавать И все будет отлично Сейчас доплыву До берега Положу камеру Хочу просто понырять Да, сегодня вообще обалденная погода Ну, как обалденная Если ты не в городе работаешь Если просто купаешься на море Загораешь То вообще суперской Еще один полетел куда-то сразу Кто-то уже отдохнул Полетает домой Время уже два часа Уже становится сильно палящее солнце Поэтому Нужно собираться На этих больших камнях Вообще удобно лежать Поэтому Я всегда предпочитаю Вот этим камням Вот эти огромные камни Все, когда прошли Оздоровительные процедуры Зарядились Энергией солнца И потянулись в море Можно Ехать на обед Сейчас я вам покажу Где можно вкусно И недорого покушать В Батуми Так нагрелся Вообще горячий мопед После солнца Вообще надо в теньке оставлять Но тут видите Вообще нету тенька никакого Все машины стоят на солнце Поэтому Тенька тут не найдешь Просто горячинные седушки Ааа Сейчас попа привыкнет все я готов ехать на обед погнали один из самых вкусных ресторанов по соотношению цены и качества находятся на ремонт улице называется товадури вот такой тут интерьер вот название товадури бар и ресторан вот здесь находится сейчас во всех ресторанах непосредственно есть qr-код с меню можете ознакомиться с меню не обязательно что вам приносили в бумажном виде после пляжа торфончик самое то поэтому кто тоже сейчас кушает приятного аппетита выпью за вас северян не мерзнете там просто очень жарко и спасает только сюда холодный лимонад вот можете поставить какого здесь размера хинкали такие хинкали приносит и соус цебель приятного вам аппетита все съел 5 хинкали просто обожрался я не знаю кто сколько есть но я съедаю 5 и просто вообще объелся других у меня нет просто слов сейчас буду заводить скутеры и поеду домой буду показывать вам следующее действие южанина все приехал домой как у любого у вас пил что затекло как у любого южанина днем должна быть сест так наключены титул вот так я паркую скутер в тенечке там солнце все тут камеры total шарм косметологии все буду заходить домой и полагается бомбов и южанина сиеста сиеста будет чили босить ветер идет чили босит как курил кого-то них нужно по лестнице подняться даже растрясти свои хинкалы еду я не я говорю я не знаю кто есть больше пяти хинкалов это просто огромные люди может и я когда-то начну есть больше пяти но пока съедаю 5 если не брать ничего еще там не салат не картошку то я просто обжираюсь пяти хинкалинами поэтому для меня немного тяжело понимать этих людей которые могут больше нам грузины спокойно могут и больше есть я уже это прекрасно сто раз видел дома такая прохлада хорошо что не забыл включить кондиционер иногда включаешь иногда забываешь наоборот включить кондиционер и просто потом офигеваешь от этой жары дома ну я молодец справился нужно сейчас разобрать сумку после пляжа то полотенца протухнет просто сумки выложить камеру поставить ее на зарядку что не хватило не хватило заряда поэтому я снимаю с телефона продолжение своего дня разбираем сумку полотенца полотенца нужно быстро закрывать балкон пока пока жара не зашла в дом обратно я только выгнал а так она возьмет и обратно проберется сейчас повешу полотенчик все пускай сохнет вечером опять на пляже цветочку целлют на рак растут круглый год я еще пока зимой не знаю он там вот скутер припаркован тенечки я вам показывал шимонадик он уже наверное горячущий а вот так под окном у нас ходят экскурсии на площадь 5 да лимонад уже не вкусный на выходе горячий сейчас выпью холодненького и буду чилибосить еще нужно в душ сходить а то с аленом спать как-то не очень камельхо дома просто кайф такой кайф вообще я я просто не могу ну какова красота и холодный лимонад не знаю вот который я пил в тавадуре зидозене мне нравится намного больше чем на тахтаре ну магазине только на тахтаре был поэтому взял его все ребята падаю нет еще пока не падаю хотел сказать падаю чилибосить я уже сам это представляю как я сейчас упаду в прохладненькую кроватку ну нужно сначала принять душ поэтому если вы думали что на юге легкие дни да не нифига не легкий ведь пляж кушать сиеста это все не так просто как вы думали все пойду принимать душ а дальше продолжим ну и перед тем как чилить нужно сначала поставить камеру на зарядку батарейку сейчас достану вам можно было дальше снимать а то на этом может видео то и закончится вообще все все дела сделал можно отдыхать что касается отдыха то в последнее время я вообще подсел на нас на твич на стримы будуши если кто-то если кто-то играл в детстве в героев 3 ставьте лайки вообще прикольно смотреть сразу такая ностальгия по детству как ты сидишь и играешь герои 3 только сейчас они уже онлайн и намного интереснее смотреть играть уже никогда но иногда пока лежишь отдыхаешь прикольно посмотреть кому нравится лайк комментарии пишите что думаете по поводу твича вообще поддерживаете твич и такой отдых или лучше просто уснуть и поспать но все что-то долго сиеста сегодня было не южанин выспался нормально так я поспал сейчас буду вставать и отправляться заниматься своим здоровьем нужно подкачаться поэтому сейчас оденем шорты майку и пойдем в тренажерный зал хорошо что он находится не так далеко поэтому пора вставать налил себе водички взять телефон водичку и и можно идти заниматься спортом такой распорядок дверь открыть надо и закрыть вообще казалось закрыты сегодня выходил обычно не закрывая дверь вообще тут почему-то решил закрыть отправляемся в тренажерный зал хорошо когда он у тебя рядом с домом сейчас поднимаемся по лестнице и и будем уже в тренажерке я правда не знаю сейчас душно заниматься или нет вроде солнце уже почти село ну как почти еще не совсем село поэтому может быть еще душновато но позаниматься в любом случае надо потому что без спорта жизнь не жизнь вот полили цветочки немного мог нормально вот мы снаряды где можно работать то брусья у нас есть и есть турничок отжиматься можно просто на плитки солнышко вон ну уже не душно поэтому самое время позаниматься все еще гуляет конечно кушает я пожалуй начну свою тренировочку начинаем с подтягиваний начинаем с подтягиваний не знаю сколько раз подтянусь но начинать нужно с подтягиваний разогреть немного мышцы пока не разогреты тяжело подтягиваться поэтому сейчас еще подразумнусь на брусьях вы можете пока считать 3 4 5 6 7 8 9 10 большая отдышечка после долгого отдыха не занимался я уже прилично так ну теперь занимаюсь почти каждый день третий упражнение третий упражнение на сегодня это отжимание узким широким хватом 8 9 10 а теперь узким 4 5 6 7 и таких я делаю кругов 5 то есть 5 подтягиваний 5 брусьев подходов на брусье и 5 отжиманий многие еще любят в тренировку включать пресс но я вообще пресс не делаю я просто считаю что если ты много двигаешься а не лежишь на месте то и пресс тебе качать незачем если ты конечно не употребляешь каждый день одни гамбургеры там и то есть генетика у кого-то другая немного например как у меня я даже если каждый день буду есть гамбургеры мясо или шаурму неважно что и хоть по три раза в день у меня не появляются живота единственное может появиться пивной живот если я буду пить каждый день пива ну последнее время я вообще не пью если только сухое светлое вино здесь в Грузии и бокальчик его полезно пить и даже не показывают если ты едешь за рулем на локотестере много раз уже не останавливали и он ничего не показывает потому что 100 миллилитров сухого вина белого только поможете никак не навредит все закончил я силовые упражнения теперь можно просто присесть и потянуться потяну немного ноги змея конечно растяжка больше похоже на растяжку деревяшки ну сегодня хватит теперь спускаемся идем в душ принимать холодненький бодрящий душ быстро я передумал про бодрящий душ и решил просто собраться и пойти искупаться на море тем более пройтись именно пешочком прогуляться на ближайшего пляжа получается если ты не забыл полотенце на пляже значит ты в общем то и ничего и не забыл все остальное на пляже не имеет значения главное куда присесть все выходим и проходим через нашу любимую площадь пиаца посмотрим сейчас сколько там людей но обычно пиаца полная под завязку именно вечером вон кошки отдыхают тоже есть и собаки и кошки вот с 8 часов начинает играть живая музыка уже пока готовится вот время без 15 и 8 по местам пока еще свободно вот буквально 15 минут и и также здесь есть кальяны всем любителям кальяны могут зайти покурить вот это поворот фото будка здесь тоже есть можно сфотографироваться на память межтон качер кстати не знаю я даже не могу понять кто это вторая девушка ну и что кача я всегда узнаю один из моих любимых фильмов бабник у него поэтому трудно было не узнать его на фотографии на фотобудке здесь мы вот идем дальше и проходим церковь тут даже стоит вот дом на колесах может кто-то здесь даже отдыхает прям в центре вандерласт винтаж даже инстаграма есть если кому-то интересно деревья тут такой сад такие вот маленькие улочки по такой мы и проходим на пляже по маленькой можно пойти вон туда прямо а можно чуть свернуть левее и идти тоже по маленькой такой улочке прямиком к пляжу почти в начале в конце таких маленьких улочек всегда есть небольшие ресторанчики тут расположен гамарджоба вот так же вот в конце этой улочки расположены небольшие магазины с фруктами с овощами все свежее все натуральное здесь вправо всегда вечером молодежный бар тут всегда очень много народу играют музыка вот мы уже подходим к башне алфавита еще немного и мы будем уже на пляже тоже очень красивое атмосферное место такое можно посидеть на траве отдохнуть здесь вот крест стоит там так же сидят на лужайке все отдыхают тут уже тенек еле стоит еле с пальмами хорошо сочетается цветочки все уже давно цветет цветет и даже цветет и даже пахнет вот здесь на лужайке с собачками гуляют тоже вот переходим кольцо тут надо на дороге быть поосторожней потому что здесь не очень допускают пешеходов поэтому надо быстро быстро перебегать вот перешли улицу совсем немного и будем уже на пляже солнце почти село вообще купаться вечером один из самых хороших вариантов потому что оптимальная температура что температура воды что температура воздуха одинаковы и ты выходишь и не ощущаешь вообще никакой разницы если днем ты купаешься тебя охлаждает как сегодня вот я купался зашел искупался прям прям взбодрился можно сказать а вечером ты просто купаешься в комфортных условиях как будто просто дома принял душ вышел тебе не холодно не жарко солнце не печет и отлично себя чувствуешь также на этой башне алфавита находится ресторан потом наверное поднимусь покажу вам его а также можно просто подняться наверх и посмотреть там обзорная площадка то есть сколько то я не знаю сколько стоит правда лари это подъем ну можно просто если не хотите кушать подняться и посмотреть вот 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 и вот и поднимается видите лифт на самом верх тут сейчас идет какая-то стройка даже пока вам не подскажу что тут строят мимо проходишь такой вот пальмовая аллея здесь здесь клуб находится ни разу там не был и буквально вот за вот этим вот колесом обозрения уже и находится пляж я говорю идти ровно наверное 5-7 минут до ближайшего пляжа а то никак не напрягают вон кто-то на дроне тоже снимает летает здесь стоят самокаты то есть если устал идти можешь взять и доехать прям очень много стало самокатов этот год какой-то прям самокатный год лерка вообще с него упала самокаты поэтому больше мы их не берем плюс купил скутер это позволяет даже экономить потому что минута поездки на таком самокате стоит 70 тетри получается ну проехал там 5 минут 5 минут это даже очень мало ну и обычно сколько там ну ехали куда-нибудь на пляж на нем вдвоем это занимало минут 9 7 и 9, 63 то есть 6 ну 6 лари грубо говоря умножайте 6 на 25 и узнаете сколько стоит прокатиться на самокате там на горишке находится храм мы на него тоже поднимались здесь красивый отсюда вид этот храм также из храма очень красиво вот колесовое зрение уже почти подходим полицейские катаются на электро тоже ну это не велосипед а такая электротележка здесь около речи порта всегда предлагают морские прогулки не спасибо вот здесь находится движущая статуя али и нина статуя любви они спустя какое-то время соприкасаются с друг другом проходят друг через друга вот вот и вот мы уже пришли на пляж самый ближний пляж он находится рядом с речи портом ну вода здесь тоже чистая поэтому самый быстрый самый быстрый способ прийти на пляж это сюда семь минут и я на месте сейчас снимем майку и пойдем купаться солнце уже почти село тут как можете видеть развивается два флага один флаг грузии второй флаг аджарии уже мы и находимся в аджарии все дошел сейчас буду раздеваться и пойдем в море видите почему полотенце самый главный аксессуар на море потому что на него можно все положить и на нем можно расположиться снимаем крокс уже вообще я не знаю сколько лет шесть наверное очень хорошие тапочки лучше кроксов я еще не встречал обуви на пляже удобно и по камням ходить не больно и в них можно и плавать и да я и по городу в них хожу тоже все хватит отдыхать пора купаться за порядком следит береговая охрана а на таких передвигаются лодках лайфгарды а на таких передвигаются лодках лайфгарды как спасатели все заходим в море вода просто теплая офигенная посмотрите какой закат вот так я купаюсь по вечерам вот так я купаюсь по вечерам посмотрите какая красота какой вид с воды просто вообще офигенно а вот там ричкорт все солнце уже село собираем вещи и идем домой и и все и и и и Время уже полдевятого. Смотрите, какое небо. Уже включили подсветку на колесе обозрения. Сейчас все загорится. А мы направляемся домой переодеваться и поедем дальше гулять. Ну тут все в основном гибридные идут. Что Toyota в основном в такси в основном все ездят на Toyota Prius. Hyundai Sonata тоже гибридный. Вот опять Prius гибридный. Следующая машина тоже Prius гибридный. Ford Fusion. Даже Ford Fusion гибридный. Kia. Но Kia по-моему не гибридная. Также Mercedes тут. Что касается машин. Toyota опять. Скорее всего гибридная. надо посмотреть. Corolla. Нет, не гибридная. Бывает и такое. Chevrolet по-моему тоже гибридная. Вольт. накупался довольный теперь уже. Вот. Сейчас лифт поднимется. И можно будет искупаться опять по коже в душе, чтобы смыть с себя всю соленость и ехать гулять. Все уже искупался. И следующее у нас по плану это конечно же монтаж видео. Садимся за стол. Пьем лимонадик. Открываем Final Cut. И начинаем монтировать. Вот так и почти к концу подходит день Южанина. Final Cut это вам не шуточки. Пока я монтировал на улицу уже вообще окончательно стемнело. Сейчас вам покажу как. Там уже играет живая музыка. Как я вам говорил. Смотрите как уже темно на улице. Везде горят огоньки уже. Красиво стало. Нужно отправляться дальше. Искать приключения. И чтобы хорошо гулять. Нужно хорошо покушать. Благо рядом с домом есть неплохой ресторанчик. Сейчас я вам его покажу. Да и минуту где-то идти до него всего лишь. Нужно хорошо поужинать. И поехать уже дальше гулять. Благо я люблю аджахури. Я много уже где его здесь пробовал. В Батуми. Но самый пока вкусный. Это в этом ресторане. Все. Выключаем свет. И отправляемся кушать. Вот выходим с дома. И идем буквально вот до того перекрестка. Тут недалеко. Ровная минута ходьбы пешком. Вот ресторан находится на перекрестке. Называется Сак Хинкли. Сак Хинкли. И тут, как вы видите, даже готовят при вас. Такая вот тут кухня. Просто посмотрите, какой здесь готовят аджахури. Он даже шкосчит. Поэтому кто тоже кушает, сейчас приятного аппетита. А еще принесли мой самый любимый соус от Сабели. Наверное, я вам ничего нового не скажу сейчас. Если скажу то, что я объелся одним аджахури. Вообще, кто собирается приехать в Грузию. И кто не прям сильный такой едок, как я. То просто знайте, что вам будет достаточно одного здесь блюда. Какого-нибудь что-то. Просто вес. Порции в Грузии очень большие. Поэтому подумайте лишний раз, если заказываете 2-3 блюда. Сейчас просто нужно сесть на скутер и все хорошенечко растрясти. Сейчас прогреется и поеду трясти свое джахури. Тут много дорог в старом городе сделано из брусчатки. Поэтому протрясу как следует. Вот так и растрясается наша джахури. Ребята. Просто кайф. И еще нужно накормить скутер, потому что бензин остался не так много. Хорошо, что я рядом с заправкой. Держи. Достарый бензин тут стоит 2,98. А 95-й 3,14. 98-й 3,20. Все накормил своего малыша. А джахури тоже. Теперь он сытый. Его тоже теперь нужно растрясти. Иди, поехали. После того, как растрясся джахури, можно приехать посидеть на танцующие и поющие фонтаны. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Уже на боковую Чего и вам желаю тоже Чтобы набраться новых сил И как можно больше путешествовать И видеть красоты Ведь красота у нас Она кругом Просто нужно для этого путешествовать Спокойной ночи, ребята И добрых вам снов